А друзья у Жени какие-то странные. Маме не нравятся. И всем не нравятся. Начитки актеры исполняют современную пьесу российского автора Евгения Шевченко «Женя недостаточно аль денте». Главных героев в пьесе, пожалуй, только два – подросток Женя и общественность. Действие разворачивается в небольшом еврейском городе Биробиджан на Дальнем Востоке. Серые будни, не очень-то благополучные семьи, подросток отрицает происходящее вокруг. Таким путем, возможно, она пытается найти себя. Сереженька влюбился в сопочку Придман. Переехал в Биробиджан, начал ходить по ресторанам, стал толстеть, забыл выключить паяльник и появилась я. Это первый день марафона. Всего будет прочитано пять пьес. Идею подал художественный руководитель драматического театра Петр Незлученко. Режиссер Дарья Шахова воплотила ее в жизнь. У актеров было всего две недели на подготовку, а точнее на импровизацию. Дарья Шахова во время репетиции подбирала музыкальное сопровождение на слух. Так сложилось, что все пьесы в той или иной степени отражают женский мир. Ну, то есть они все про разные этапы жизни женщины. Ну, наверное, режиссеру проще говорить о том, что он знает, а я-то в силу половой принадлежности кое-что знаю о женщинах. Ну, вот так вот получилось, да, что такая выросла в такую концепцию. Хотя изначально я отбирала интуитивно. Следующая пьеса будет прочитана сегодня, оставшиеся три – 13, 14 и 15 ноября. Возможно, некоторые из них театр поставит на большой сцене. Но какую именно решит сам зритель? На момент первого акта очень интересно. Непонятно, правда, как это возможно перевести в спектакль, но мы не специалисты, так очень-очень интересно. У меня был примерно похожий опыт взросления. Вот это как раз были 2005-2007-2008 годы, когда были эти неформальные тусовки все. Поэтому мне было забавно. С первой читкой в Березниках зародился новый творческий эксперимент. Символично, что у одного из ее создателей, Дарьи Шаховой, в этот день был день рождения. Увидеть живую игру актеров без декораций и новую творческую идею можете и вы. Вход на спектакль по билетам. Андрей Фадеев, Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.